Всем привет! Рада видеть вас на моём канале. Давно хотела приготовить это блюдо, но как-то всё руки не доходили. А сейчас я с удовольствием поделюсь с вами этим рецептом и мы с вами вместе приготовим его. А готовить мы с вами сегодня будем пирог голубец. Это будет один большой голубец на всех, кто за столом. Давайте начнём готовить. А чтобы приготовить это блюдо, нам нужно подготовить морковь, перец паприка, лимон, помидор, лук репка, чеснок, капуста, рис, специи. Специи это будут травы. Травы тут какие вы любите. Потом кинза, укроп и лук зелёный. Точно также можно заменить на петрушку с укропом. Гориандр молотый, чёрный перец, соль и масло. Вот и всё, что нам нужно. Сначала мы с капусты снимаем большие верхние листья. Вот такой у меня вилок. Я уже поснимала тут листья. Поэтому пойдём поставим воду, чтобы их ошпарить. И сварим рис. Вот всё, что нам нужно сейчас делать. Высыпаем рис. Наливаем воду. Рис мы будем готовить до готовности, чтобы он не был такой вот, чтобы сам пирог не готовился очень долго. Делаем такой глубокий надрез вокруг кочерыжки. Вот так вот. Потом его выворачиваем вот так вот. И снимаем верхние листочки. Видите, как они легко отходят. Вот так. Нам нужны только большие верхние. Поэтому мы не будем всю капусту класть в кастрюлю и отделять листья. Снимем вот так вот, сколько нам нужно. И всё. Срезаем вот эти утолщения. Ну и всё. Листья готовы. А нужно нам будет где-то листьев, ну, 10-12 может быть. Смотря какого размера листья. Вода закипела. Выкладываем листья. Сейчас капуста очень плотная. Осень. Поэтому будет вариться минут пять. А если бы это было весной, когда капуста свежая, молодая, то и трёх минут хватило. Капуста поварилась пять минут. Выключаем огонь и вытаскиваем в чашу с холодной водой. Готовим начинку. Натираем морковь на крупной тёрке. И порежем на мелкие кубики. Помидор также нарезаем на мелкие кубики. Нарезаем зелень. Здесь у меня чуть-чуть лука зелёного, укропчик и кинза. Выдавливаем чеснок. Лук можно резать как кольцами, так и полукольцами. Лук пожарили в течение минуты. Он стал чуть прозрачным. Всё, выкладываем сюда перец. Дальше всё даже на крупу. Потушили пару минуточек. Теперь выкладываем помидоры. Овощи готовы у нас. Выключаем огонь и выкладываем в рис. Рис нужно перемешать, смешать с овощами и заправить специями. Дальше в рис идёт оставшийся лук, зелень с чесноком, соли, 2 чайные ложечки. Кориандр молотый, одна ложка. Чёрного перчика, половину чайной ложки. И ещё вот такой вот есть состав. У меня 9 трав. Раванские написаны. Тут есть и розмарин, и чабер, и шалфей, мята перечная, майоран. Короче, это очень хорошая смесь. Как раз в этом пироге она будет замечательная. Ну, кто не любит всякие такие вот острые, ну, пахучие травы, то тогда уже не кладите. Я положу полторы чайные ложки. Сюда нужен ещё сок половины лимона. Сейчас выдавим и нальём туда. Ещё раз перемешаю, попробую соль. Легко пахнет. Очень-очень, прям уже хочется есть его. Фарш готов, начинка. Будем собирать. Выкладываем вот так вот. Листья так, чтобы они свешивались с бортов. Потому что потом сверху надо будет накрыть начинку. Дно выложили капустными листьями. Теперь положим половину фарша. Слегка утрамбовываем. И ещё листьями. И вторую половину фарша выкладываем сверху. Всё, вверх начинки выровняли вот так вилочкой. И теперь закрываем капустными листьями. Очень красиво смотрится, когда листья зелёные. Самые верхние листья капусты я оставила, чтобы вот так вот сделать. Вот так вот закрыли пирог капустными листьями. Теперь нужно куски лимона, вот эти кусочки, уложить вот так вот прям сбоку. Несколько кусочков. Можно было и на донышко выложить. Но можно и так. Так, давай помогай. Тут вот налила 500 миллилитров горячей воды. Выкладываем туда масло. Небольшой кусочек сливочного. Соли вот такой без горки. Чайную ложечку. Размешиваем. Всё размешаем. Ломаем кусочек. Ломаем кусочки. И перемешаем. Заливаем пирог. С лимончиками. Не спешите, пожалуйста. Пока налью 300, а потом посмотрим. Если будет маловато в процессе варки, тогда долью. Сейчас 300 миллилитров. Включаем печь. Закрываем крышку и ждем, когда закипит. Вода закипела у нас. Теперь убавляем огонь. С девятки на четверку переключила я. И теперь на слабом огне будем готовить, пока вода не выпарится. Всё, увидимся позже. Прошло 35 минут. И вот, что у нас получилось. Смотрите. Вода вся выкипела. Единственное, что я сделала... На некоторое время я увеличивала огонь, потому что совсем слабо стало кипеть. Вот. Но где-то минут на десять увеличивала до шестерки, до среднего огня. Вот. И всё. Потом опять уменьшила, потому что кипела хорошо. Теперь выключаем огонь. Всё. И оставим минут на десять. Прям так же под крышкой. И всё. Будет готов наш голубец. Вот и готов наш пирог. Пришло время пробовать. Подавайте его со станой. Это очень вкусно. Он получился у нас без мяса. Но любителю мяса можно положить рис в два раза меньше и заменить фаршем. Любой, какой вам нравится. Вот. Либо можно подавать как гарнит к любому мясному блюду. Либо просто пожарить мясо. Тоже будет очень неплохо. Готовьте вместе со мной. Не пропускайте видео рецепты. Подписывайтесь. Ставьте лайки. На этом всё. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok